Всем привет, с вами Крио. Обновление 8.1 уже достаточно скоро. Давайте не будем спорить с этим, потому что идут различные ПТР-тесты, разработчики активно дарят нас какими-либо новыми патчноутами и периодически описывают различные вещицы, дополненные в обновлении 8.1. Так вот, мало того, что с обновления 8.1 будут некоторые рейды новые доступны, то, что стартанет новый миф-плюс сезон, второй, в котором изменится сезонный модификатор, так еще и изменит дроп азеритовых вещей. На самом деле это весьма классно. В текущий момент азеритовые вещи дропаются с ПВП сундука при отбитии капа и наборе рейтинга, опять же с определенным шансом, с еженедельного ларя, миф-плюс, который мы закрываем, в зависимости от того, какой ключик закрыли, такую и вещицу получим. Итем левела, а также азеритовую с некоторым шансом. Не постоянно, конечно, азеритовые вещи падают, это было бы слишком. А также с рейдов мы можем еще получить азеритовые вещицы. Именно об этом сегодня и поговорим, а именно о дропе вещиц азеритовых с еженедельного ларя. Тот, который я обожаю вскрывать на своем ютуб канале и радовать вас своими откровенными эмоциями насчет лута. Начнем же. С обновления 8.1 азеритовые вещицы просто-напросто перестанут падать с еженедельного сундука. Вместо этого будет падать новая валюта, которая очень сильно по количеству зависит от уровня ключа, который мы закрыли. К примеру, за прохождение 10 уровня ключа мы получим примерно в 3 раза больше валюты, чем за прохождение подземелья 7 уровня. Это весьма интересно. Также, утилизируя вещи или распыляя конкретно азеритовые, мы будем получать эту же валюту. То есть, при распылении или утилизации более высоких этом левел вещей мы получим значительно больше валюты, а за низкую уровню, конечно, меньше валюты. Но при этом, не думайте, что это можно как-то забузить, заэксплойтить. Не стоит накапливать вещицы, конкретно сейчас азеритовые, которые мы можем добыть. Будут в счетчик засчитываться только те вещицы, которые мы добудем после обновления 8.1. Поэтому, если после моих ранее сказанных слов вы уже поспешили восстанавливать на сайте Blizzard абсолютно все свои азеритовые вещи, закрывайте вкладку и переноситесь обратно на видосик. Так вот, получается так, что новая валюта будет, конечно же, тратиться у специального мопса, которого нам поставят в городе. И по итогу получится так, что мы можем у него покупать какие-либо случайные азеритовые вещицы из подземелья, а именно 355, 370 и 385 этом левела. Они будут стоить некоторое количество валюты, как написано в источнике. А конкретный какой-либо азеритовый предмет максимального этом левела 385 в текущий момент будет стоить уже значительное количество валюты. То есть, намного больше. Да, вы можете нарандомить себе и нарандомить что-то классное, а можно купить что-то конкретное классное, топовое, я бы даже сказал. На самом деле, это весьма интересно и привлекательно. Чем-то смахивает на дополнение лича, где мы зарабатывали различные эмблемки и в дальнейшем тратили их на то, чтобы купить какую-либо вещицу. Я в тот момент, конечно, не особо играл, только начинал, 3 месяца всего отыграл на лича, но все-таки чуть-чуть застал эту систему. Это классно на самом деле, когда ты набиваешь определенное количество валюты и уже знаешь, какая тебя ждет награда. Мы только относительно недавно на стриме во время рейда обсуждали это вместе с гильдией, что было бы неплохо, если так сделали. В итоге так сделали. Просто прогнозируем будущее, не иначе. Это весьма классно. По вечерам с 21 часа по Москве до часу ночи почти ежедневно вещаем свои наилучшие мысли. Вот. Что еще можно сказать касательно девятых вещей? Да и в принципе все. Так это то, что еще получается. Итем-левел лазеритовых вещей увеличится во втором сезоне, само собой, как и другой итем-левел. Ну и у этого торговца также повысится итем-левел этих вещиц продаваемых. Вот такой вот небольшой блок информации. На самом деле, казалось бы, небольшое изменение, но влечет за собой много всего интересного. Хочу услышать ваши мысли. Хорошо это для вас, плохо для вас, плохо ли для людей, которые вас окружают, плохо ли для вашей гильзи. Вдруг вырел какого-либо начинающего статика и у вас есть проблема в гиринге людей. Хочу услышать абсолютно все ваши мысли. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, смотрите другие видосики. До скорого.